Алискин у нас занёс и очень любит полежать под одеялкой, прям как человеке, скажи. Да, Алис? А что мне стеснётся? Я тоже люблю под одеялкой, под тёплой лежать. Да, Кисюня? Друзья, кажется, что там наконец-то идёт весна. Но снег всё-таки немножко уже поднапрягает. Он упорно не хочет таять. Прям даже уже надоел. Прям надоел. Хочу вам показать перчики. Они такие у меня проросли. И две катушки я уже вот так вот переделала, насыпала землю. Два сорта. И остальные пять у меня по-прежнему стоят под пакетом, пока ещё ничего не взошло. Коробки на батарее я уже все переделала, потому что они стояли три недели и ничего не взошло. Поэтому я насыпала новую землю и посадила новые цветы. Так что буду держать вас в курсе. Цветы посадила уже те, которые надо сажать в марте. Вот. В февральске всё, что в феврале я всё посадила, но ничего не взошло, кроме лобилии. Вот. Ой, друзья, я немного приболела, поэтому я за кадром сегодня. У нас тут продукты на столе. Это в кастрюле мама делала маринованную капусту по семейному рецепту. Может быть, когда-нибудь расскажу вам. Хочу порекомендовать, похвалить вот эти вот хлебцы. Просто я влюбилась в потрясающие хлебцы. Они тонкие и с прованскими травами. Я обожаю этот запах, этот вкус. Потрясающие хлебцы. Вот. И я сейчас активно налегаю на них. Ну, не налегаю, но вот такие я ещё использую. Гречневые, всякого рода. И хлеб я практически не ем. То есть, ну, снизила до минимума, да. То есть, очень-очень редкий какой-то хлеб. Практически можно сказать, что не ем. И сейчас у меня будет скромный завтрак. Несмотря на то, что сейчас уже начало первого обед. У меня будет скромный завтрак. Так. Где он? Вот он. Мой сыр. Не хочу сегодня ничего, что-то чересчур готовить. Хочется, конечно, чтобы за тобой поухаживали. Приготовили тебе гринки с мёдом или с вареньем. Или со сгущёнкой. Потому что, когда болеешь, очень хочется, чтобы за тобой кто-то поухаживал. Но когда ты дома одна, с кошкой и вон там две свини сидят в персональных квартирах, никто за тобой не поухаживает. Поэтому завтрак у меня будет простой. Несколько хлебцев и сыр. И, может быть, ещё кусочек помелла съем. Ну, как всегда, зелёный чай. Ничего нового. Укадайте, кто? Ну вот, только я начала её снимать и она ушла. Алиса. Она так прикольно на мне лежала. Сейчас будет зарываться в одеяло. Ой, друзья. Хотела с вами минутку поговорить. Не буду показываться в кадре, потому что я болею и выгляжу не самым лучшим образом. Поснимаю вам Алиску, пока она не ушла. Ну, как вы уже поняли, на выборы я сходила и сделала свой выбор. Сегодня у нас 20 вторник. Вчера по второму каналу была передача с Владимиром Соловьёвым «Вечер», по-моему, называется. И вот именно конкретно вчера я впервые в жизни смотрела его передачу. Вот. И от начала до конца, можно сказать. И если говорить о всех, кто там присутствовал, вот с каждым я на 100% согласна. А если кому интересно, можете поискать эту передачу в записи. Она наверняка есть. Даже, наверное, на Ютубе есть. Если я найду, я оставлю ссылочку под видео. Говоря, зарекалась я не обсуждать политические темы на своём канале. Ну, в принципе, я не обсуждаю, потому что имён не называю. Ни на кого я пальцем не показываю. Просто своё мнение рассказываю. Извиняюсь. Ну, наверное, это видео выйдет с небольшой задержкой. Точнее, на неделю задержкой. На 7 дней. Потому что так у меня сейчас выходит в последнее время, что влог я снимаю в течение недели, и потом выкладываю его в начале следующей недели. То есть вы увидите этот влог уже какого там числа. Сейчас посмотрим. У меня просто уже голова совсем не работает. Двадцать седьмого. Двадцать седьмого. Да, двадцать седьмого выйдет этот влог. Вот. Весны хочется. Хочется весны. Весна никак не идёт. Ну, никак не идёт весна. А уже так опостыл этот снег уже. Да, пасмурность. Просто надоело. Прямо паративно. Вчера даже ВКонтакте добавила пост. Такую картинку нашла случайно. Там как раз про весну и про снег. И про то, что весна такая уже задолбала. До тошноты. Так. Ну, ладно. Что-то я переключилась на какой-то негатив. Пойду завтракать. Очень хочется, чтобы когда ты болеешь. Повторяюсь. За тобой кто-то поухаживал. Но покуда ты дома одна. Только кошка, которая бегает по квартире на четырёх ногах. И не умеет готовить. Приходится ухаживать за собой самостоятельно. Увидимся. Вот, друзья. Самый лучший фильм моего детства. Который, я не знаю, раз триста смотрела. Извиняюсь за наш розовый телевизор. Но это кортик. Я знаю все лодки в деревне. Это лодка Кузьмина. Когда Кузьмина и Тимофей поплыли на Халверу, то Игорь и Сева были гораздо ниже у иностранцев. А с плотами, они с оклеящего ниже. Поверьте мне, когда вы ребёнок, вам там двенадцать, тринадцать, пятнадцать, это самый лучший фильм. Особенно если вы читали книгу. А вам чего? Мы из пионерского лагеря. Ищем двух ребят. Они вчера сюда приплыли на лодку. Ну, пошли. Куда? Со мной пошли? Посмотрите, кто не смотрел. Угадайте, кто? Кто прячется под одеялкой? Это Алиска прячется под одеялкой. Вся мёрзла. Не мешайте спать. А ваша киска тоже так спит. Завернувшись в одеялку. Алиска. Не беспокоить. Вот так и спит. Друзья, как вам весна? У нас метель. Вообще просто вот этот туман, который перед собой видите, это стена из мелкого-мелкого снега. Что-то весной как-то не очень пахнет. Уже опостылила эта грязь непонятная. Ужасная. Надоеда. Надоедливая. Ужас. Из еды. Оптимcurrent schemи. Моцарея. Вот он. Продолжение следует...